Я думаю, ореховый военную присягу принял. Поздравляю. День 14 декабря стал особенным для 32 новобранцев 116-й штурмовой авиабазы. В присутствии командования родных и друзей они приняли военную присягу. Для любого военнослужащего, любая служба, будь то срочная, будь то поступление в военное училище, академия, начинается с военной присяги. Давая военную присягу, каждый военнослужащий берет на себя обязательства по священному долгу, по защите своей страны. Именно с военной присяги начинается весь путь. Для кого-то путь военнослужбы, для кого-то военнослужащий. Прежде чем дать клятву на верность родине, эти юноши прошли курс начальной подготовки в пункте приема нового пополнения в 116-й ШАП. Там они изучили основные положения устава, освоили ряд строевых приемов, ознакомились с условиями солдатского быта и несения воинской службы. Среди 32 новобранцев, принимавших в субботу присягу в Лицкой авиачасти, был и 19-летний литчанин Алексей Дудич. В этом году он окончил местный колледж и решил, что хочет отслужить, а потом будет строить жизнь на гражданке. Когда узнал, что его направляют в авиационную часть в родном городе, обрадовался, ведь еще в детстве он влюбился в самолеты, а сейчас сможет видеть их не только в небе, но и на земле. Для меня военная присяга была очень значимой в жизни. Это для меня какая-то ступенька, становишься уже полноценным мужчиной. И каждый должен ее принимать. Мое мнение, что парни должны служить в армии, принимать присягу, ни в коем случае не отказываться от нее. Хотел попасть в авиационную базу, потому что, во-первых, ближе к дому, и мне нравится просто самолет. Чтобы стать свидетелями важного в жизни новобранцев события, приехали родственники и друзья. Некоторые преодолели не одну сотню километров. Особенным этот день был и для семьи Калюжных. Лидская авиабаза для нее – знаковое место. Здесь много лет служил глава семьи Виктор Калюжный. Сейчас в этой части будет служить и его сын Артем. Мамой военнослужащего всегда быть почетно. Сыновья – это наша гордость, это наша надежда. Мы всегда за них в ответе. А быть военнослужащим – это очень важно, очень почетно. Наша семья, можно сказать, семья военнослужащих. Муж служил в этой же части, Калюжный Виктор Владимирович. И вот сын, конечно же, понимал, что служить надо. Хочешь или не хочешь, но это твоя воинская обязанность. Пример был большой. Брат старший Михаила, тоже у нас военнослужащий, служит сейчас в первом полку города Гродно. Поэтому все было принято с достоинством, с ответственностью. И поэтому пусть служит, пусть старается. Возможно, останется здесь, если понравится. Мы уйдем только за. Пусть продолжает традиции нашей семьи. По традиции, после присяги для родных и друзей солдат, экскурсия по части и, конечно, по казарме. Ведь родители, прежде всего, волнуют, как же обустроен быт сыновей. То, что увидели, успокоило. Их детям должно служиться хорошо. Кроме того, у родных была возможность пообщаться с командованием части и задать интересующие вопросы. Все вроде бы удовлетворяет, нормально, вроде бы все устраивает. Мне понравилось. Вода теплая есть, все есть. Казармы, все аккуратно, нормально. Комната отдыха, это хорошо, вообще понравилось. Приняли присягу 14 декабря и новобранцы Лицкого пограничного отряда. Торжественным этот день там стал для 98 военнослужащих срочной службы. После церемонии и экскурсии по части и новобранцы авиабазы, и новобранцы погранотряда отправились в первое свое увольнение. Они смогли провести несколько часов с родными и друзьями. И, конечно же, те порадовали их домашними гостинцами и событиями, произошедшими за время их отсутствия на малой родине.